Воронежская федерация фехтования Воронежской федерации было подготовлено 4000 спортсменов-разрядников, 57 мастеров спорта и 2 чемпиона мира. Один из них – раперист Александр Шевелев, а второй – известный далеко за пределами Черноземья шпажист. 1968 год, Олимпиады в Мехико. Советские спортсмены приводят 152 награды. Одна из них – нашего прославленного чемпиона Виктора Мазалевского. Спустя 4 года в Мюнхене снова Олимпиада. Советский Союз привозит 99 наград домой, и одна из них – снова нашего прославленного чемпиона. После Мюнхенской Олимпиады воронежские спортсмены, к сожалению, уже не привозили наград самых престижных спортивных соревнований. Более того, не привозили они ни одной награды, ни с каких международных первенств. После Мюнхенской Олимпиады наш земляк попал и на следующую в канадском Монреале, но, увы, стал там лишь четвертым. Закончив спортивную карьеру, он активно занимался тренерской деятельностью. Он первым среди абсолютно всех российских фехтовальщиков получил звание заслуженного мастера спорта России. Виктор Мазалевский постоянно принимал участие во всероссийских и международных ветеранских соревнованиях. Так, в 2011 году, возвращаясь с ветеранского турнира в Москве, он трагически погиб на трассе. 13 апреля ему бы исполнилось 73 года. В целом, с конца 80-х годов прошлого столетия воронежское фехтование переживает не лучшие времена. Исчезла сабля, шпага тоже на время ушла в забвение. Остался лишь один виторужие – рапира. На фехтовальных дорожках мира уже давно не слышно имен воронежских спортсменов. Однако, в 2007 году одному 11-летнему воронежскому фехтовальщику удалось привезти домой медаль чемпиона мира. Говорят, что хороший детский дом – это тот, который пустеет и закрывается. Здание этого детского дома города Воронежа было построено в 1961 году. И ни разу за полвека оно, к сожалению, не пустовало. Андрей Небальсин выпустился из приюта три года назад. Живет как добропорядочный взрослый человек – отдельно и самостоятельно. А вот попал он сюда, еще будучи совсем маленьким. Попал я в интернат 8 лет, потому что у меня неблагополучная семья была. Приехали из органа опеки, забрали меня с сестрой. Сестра здесь не прожила и года, ее удочерила семья приемная. А я здесь отучился, прожил 11 лет. На самом деле у Андрея было две сестры. Самая младшая даже не попала в интернат. Ее сразу же удочерили. Потеряв родителей и разлучившись с родными сестрами, Андрей срочно нуждался в поддержке и опеке. Ну и как ни странно, за 11 лет моя мать не появилась здесь ни разу. То есть не приехала, не навестила, ничего. Ну, маму мне заменила воспитателя и мой тренер Наталья Дмитриевна. Соломаха Наталья Дмитриевна, мастер спорта Советского Союза, тренер высшей категории. Работала в детском доме обычным учителем физкультуры. Именно она провела нашего героя в фехтовании. Андрей и сегодня с улыбкой делится впечатлениями от самой первой тренировки. Было прикольно, интересно. Мне понравилось. Она спросила, кто хочет в дальнейшем заниматься. Я согласился, еще раз попали друзей. Сам по себе он был ребенком очень несложным. Плохо ходил с детьми. Но тренироваться он начал. У них была большая конкуренция в интернате, потому что как такового спорта профессионального не было. Спорт для многих воспитанников интерната был спасением от негатива и стресса. Поэтому практически все дети стремились прийти в спортзал. И неважно, по какому виду спорта проводилась тренировка. И футболисты совмещают фехтование с футболом, и футбол с фехтованием. Потому что дети хотят заниматься. Андрей начал упорно тренироваться. Не пропускал ни одного занятия. И всего через несколько месяцев на первых же своих соревнованиях это пронесло плоды. Первая медаль у меня была внутришкольная. То есть вот тут у нас проходили соревнования между собой. И тут я первый раз занял первое место. Я чувствовал вкус победы, радости. Эта победа была вопреки всем ожиданиям. Ведь Андрей занимался всего несколько месяцев. Да и соревнования проводились не по его возрасту, а среди ребят на несколько лет старше. В тот момент юный победитель и сам толком не понял, как смог подняться на высшую ступень пьедестала. Но сейчас он честно признается, в чем было его преимущество. Вроде обычно фехтовал ничего волшебного, но оказывается по фехтованным меркам леворукий неудобный был соперник. Ну вот повезло мне, что и леворукий оказался. То есть выиграл, выиграл за счет этого. Но как мы знаем, победителей не судят. И поэтому спустя еще несколько месяцев Андрей заслуженно отправился на свои первые выездные соревнования в город Курчатов. Мы прямо отсюда, то есть поехали на нашем трешкольном автобусе. То есть всю дорогу мы ехали туда. Ехали довольно долго, было неудобно, жарко. Ну что, доехали. Ну там, ну приехали, что там мы жили, в спортзале. Ну, днем фехтовали, вечером ночевали, там на матрасах. Ну что, есть что вспомнить, так сказать. Действительно, пожалуй, каждому воронежскому фехтовальщику есть что вспомнить о Курчатове. Для многих это первые выездные соревнования. Кто-то завоевал там свои первые награды, а кто-то и вовсе встретил первую любовь. Я, к примеру, получил там первый и единственный в своей жизни приз зрительских симпатий. Крутой по тем временам CD-плеер. Андрей, к слову, тоже получил там приз зрительских симпатий. Только вот его награда будет круче любой технической новинки во все времена. Помню, у меня, вот, у меня будущая олимпийская чемпионка судила мои первые соревнования. Вот, я там с ней познакомился. Познакомился я как? Я даже не знал сначала, что она там знаменитая в Курчатове и у себя. Как проиграл бой, расстроился, разделся, хотел отказаться дальше. Ну, маленький был, отказаться дальше фехтовать, обиделся на всех. Она подошла спокойно, такая, села рядом со мной, такая, говорить, что-то, а, что случилось? Я такая, да, я проиграл, все, я, типа, не могу, ну, не буду больше, вставайте, она говорит, ну, типа, победа начинается, ну, с поражения. Говорит, да, соберись, типа, волю в кулак. Ну, и что, вытер слюни, сопли, собрался. Кстати, выиграл последующие два боя. А на следующий день соревнований чемпионка мира Яна Рузавина и будущая олимпийская чемпионка Евгения Ламанова приехали к детдомовским ребятам в гостиницу. Ну, помню, мы переехали из зала в гостиницу, вот, и тут же они приехали. Взяли нас на экскурсию по городу, показали свои достопримечательности, а еще, я помню, они купили нам два пакета большущих сладостей. Мы так объелись просто, что не смогли на следующий день фехтовать, и все проиграли. На самом деле детдомовские ребята проиграли лишь потому, что командные соревнования проводились по более старшей возрастной категории. Конечно, проиграли мы с разгромом. Я не расстроился, я тогда еще не понимал. А Андрей расстроился и забился в углу, по-моему. И вот к нему подошла Женя, мы думаем, она сейчас его будет при всех успокаивать. Она его увела куда-то на 10 минут. Ну, мы сидели ждали, и тут через 10 минут, по-моему, он приходит, веселый такой, радостный, улыбается и говорит, ребята, смотрите, у меня теперь медаль есть. Попробуйте представить маленького ребенка, ложащегося ночью в постель и мечтающего о том, как ему кто-то подарит машинку, куклу или накормить сладостями. Он не знает, кто это сделает, но очень надеется и ждет. А просыпаясь, оказывается в суровой и жестокой реальности без близких. Так Андрею Небульсину улыбнулся маленький кусочек счастья. Ему, несчастному ребенку из детдома, Евгения Ламанова, будущая олимпийская чемпионка, передала подарок от Яны Рузавиной – золотую медаль чемпиона мира. Ну, наверное, человек проникся какой-то болью, потому что в этом городе они все встречали очень хорошо. Отдать поступок – это и есть, это называется поступок. Отдать свою заслуженную медаль мальчику, сиротею, у которого никогда не было ни мама, ни папа, а для него, может быть, это единственная какая-то надежда была в жизни, ради которой он занимался и хотел выжить. Ну, после соревнования, конечно, приехал, похвастался всем, рассказал, конечно, поставил себе на полку, даже иногда с собой носил, брал на соревнования, собака к удаче. Как и каждая награда, эта медаль досталась российской раперистке с большим трудом. На домашнем для Италии чемпионате мира в Турине весь пьедестал почета личной женской рапери достался хозяевам. Первым стал Маргарита Гранбасси, серебро досталось Валентине Вицали, а третье место заняла Джованна Треллини. Когда сборная России вышла в финал, то вы сами понимаете, кто был безоговорочным фаворитом. Однако россиянкам с первого же боя удалось навязать борьбу. Каждый укол и той, и другой команде давался с большим трудом. Завершали финал Рузаевина и Вицали. Закончилось время, счет равный 22-22. Приоритет в овертайме был на стороне итальянки. Однако Яне Рузаевиной удался золотой укол в ближнем бою. Итоговый счет 23-22 и российские раперистки стали чемпионками мира. Честно говоря, трудно представить, как такую ценную медаль можно было кому-то отдать или подарить. Тем более ребенку, с которым ты едва знаком. Казалось бы, Андрей после такого подарка судьбы должен получить огромную мотивацию и через пару десятков лет привезти уже свою медаль чемпиона мира. Но, увы, все гораздо прозаичнее. Я подрос, блин, мне надо было... То есть, я на первый план не оставил учебу. Мне надо было учиться, поступать в дальнейшем. Вот так потихонечку я ездил на сцене, конечно, тренировался. Потом все меньше и меньше. И в итоге получилось так, что забросил. Тому, что Андрей не оправдал возложенных на него надежд, можно назвать большое количество причин. Одна из них – плачевная на тот момент состояние Воронежской фехтовальной школы. То оборудование, которым располагает сейчас детско-юношеско-спортивная школа номер 14, безнадежно устарело и в любой момент может выйти из строя. По этой причине просто стыдно приглашать на воронежские турниры гостей соседних регионов. Все, что нам сейчас нужно – это хотя бы 4 комплекта инвентаря. Цена вопроса – около 60 тысяч рублей. Много это или мало? Таких денег у нас просто нет. Другая и самая распространенная причина, по которой дети бросают спорт – переходный возраст. У детей-сирот он проходит гораздо сложнее, чем у домашних. Ну, дети домашние, как понятно, дети домашние, с мамами и папами. А дети детдомовские, они с одной мамой, скажем так. Дети очень сложные по своему характеру, дети очень обидчивые. Очень сложно с ними работать и в том плане, что они признают, наверное, с позиции авторитарности. Если человек они любят и подчиняются ему, то результатов они добиваются по многим видам. И все же Андрей берет вину только на себя. Бросить фехтование – это было его личное решение. Да я не знаю, но, блин, каждый правильно выбирает свою судьбу, как идти дальше. Кто-то до конца идет, а я поставил на приоритет первую учебу. Учиться, учиться, еще раз учиться. Андрей, а если бы ты сейчас увиделся с Яной или с Женей, что бы ты сейчас сказал? Наверное, сказал бы и спасибо за медаль, за слова, которые она мне сказала. То есть выигрывал, идти дальше, не сдаваться ни в каких условиях, как я это сделал на первой сцене. То есть и после этого такого не было. То есть я тебе огромное спасибо за это сказал. Да, буду. Как бы там ни было, после той истории прошло уже более 10 лет. Не только Андрей, но уже и курчатовские чемпионки давно зачехлили свои рапиры. Сейчас они занимаются развитием фехтования в Курске. В Воронеже спорт тоже не стоит на месте. Недавно в нашем городе открыли новый спортивный комплекс. В нем нашлось место и для фехтовального зала. Спорткомплекс находится в микрорайоне Придонской, на самой окраине города. Зато прямо между детским садом и школой, так что большой поток детей обеспечен. Зал этот ждали долгие и долгие годы. Сюда закуплена новая аппаратура, алюминиевые и синтетические дорожки, электрофиксаторы и катушки. Инвентарное забито большим количеством шпаг, масок, рапир и электрокурток. Есть и мишени, и зеркала. В общем, все то, что необходимо для полноценного проведения тренировок. А самое главное, что в этом зале уже есть и первые маленькие энтузиасты. Я хочу занять первое, второе, третье место на соревнованиях, на чемпионате мира и стать тренером при фехтовании. В новом зале дети могут тренироваться каждый день по несколько раз. Раньше об этом можно было только мечтать. Но эти дети мечтают о большем. Главное теперь – приходить в зал и работать на совесть. Совесть – это незаменимая штука в спорте. Чем сильнее она у тебя развита, тем более ты самокритичен. Она лучше любого тренера расскажет тебе о твоих ошибках в бою и недоработках на тренировках. Если прислушиваться к ней, то ты обязательно добьешься успеха. Она неумолима и беспощадна. Она не позволит тебе отдать детей на произвол судьбы. Она не допустит, чтобы ты подвел людей, которые верят в тебя. Она заставит тебя поделиться во благо самым дорогим. И только она сможет подтолкнуть тебя к новым вершинам. Субтитры создавал DimaTorzok